В октябре 1939 года была организована Приморская краевая коллегия адвокатов. В этом году она отмечает свой юбилей, 80 лет. Об известных адвокатах, о громких делах, о адвокатах советского времени, о адвокатах революционного времени мне сегодня расскажет наш постоянный гость. Герой программы ваш юрист Игорь Поляков. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Добрый день. Игорь Михайлович, расскажите, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах была создана вообще Приморская адвокатура. Это же не 1939 год, как вы мне рассказали до записи, все это уходит корнями пораньше, еще до революции. Да, безусловно. Адвокатура в Приморье берет свое начало с 19 века. В 1885 году был издан высочайший указ, согласно которого вносились изменения в судоустройство, в частности Сибири и Преамурской области. Вот с этого периода считается, что уже стали у нас тут действовать присяжные поверенные. Раньше адвокаты именовались присяжные поверенные, были частные поверенные и помощники присяжных поверенных. К сожалению, информация о практикующих адвокатах 19 века нами на сегодняшний день не обнаружена. Она где-то есть в раздрозненном виде, в архивах, но мы ее не нашли. Все, что было обнаружено, переработано, нашло свое отражение в книге «История адвокатуры Приморья». Ну и пользуясь случаем, разумеется, обращусь к нашим зрителям и попрошу, если есть какая-то у них информация, архивная, семейные альбомы, фотографии, данные какие-то, они смело могут обращаться к нам. Это будет возможностью выковечить память об адвокатах 19-го, первой половины 20-го века в дополнительном издании книги «История адвокатуры Приморья». Так вот, на начало 20-го века уже данные начали скудно, но появляться и фиксироваться. Была так называемая памятная книга Приморской области, где, помимо прочих, указаны и в том числе присяжные поверенные, частные поверенные. На тот момент было в городе Владивостоке три адвоката. По всей видимости, это было достаточно, они практиковали, и с каждым годом публиковалась эта памятная книга Приморской области, и количество адвокатов незначительно, но возрастало, три, четыре, пять, шесть, с каждым годом по нарастающей. Когда был образован Владивостокский окружной суд, то при нем была создана первая, так называемая, так скажем, консультация защитников, присяжных поверенных, которые принимали граждан и консультировали их по юридическим вопросам. Это было на Светландской 69, это между погрануправлением сейчас и управлением Центробанка. Скажите, пожалуйста, есть информация, какие дела рассматривали адвокаты того времени? Да, безусловно, есть, но она очень тоже незначительная. Но были дела на тот момент какие-то громкие, известные, они предавались огласке, обсуждению горожан, освещались в СМИ, в газетах. Было известное дело по обвинению рабочего Линского в убийстве контролера Григорьева. Но когда дело дошло до суда, вступил присяжный поверенный в защиту. В конечном итоге был вынесен оправдательный приговор этому рабочему. Почему? Как выяснилось, по логике обвинения, по обвинению предъявленному рабочему, он застрелил Григорьева из пистолета. В ходе судебного разбирательства было установлено, что Григорьев был запоенный алкоголик, устраивал регулярно дебоши на почве пьянства. У него было оружие табельное, он выбегал на улицу, приставал к прохожим, стрелял вверх, провоцировал их на скандал, угрожал убийством. В этот раз, 7 января 1914 года, он после очередного многодневного запоя опять схватил оружие под предлогом, что там устроили свору собаки, во дворе выскочил, подбежал к рабочим, которые, как говорил адвокат, мирно пили чай. Начался вот этот скандал, конфликт, потасовка. Когда Линский с ним сцепился, скажем так, упали, произошел непроизвольный выстрел. Суд поверил, прислушался к доводам защиты и посчитал, что действительно виной всему, а изначально провоцирующее поведение и было от Григорьева, и оружие было его. Поэтому виной всему стали действия Григорьева. Линский был оправдан, это было известное дело, это была победа адвокатуры, тогда таких дел было много. Еще там дело известное было, по двум матросам, корябовый военный стоял на рейде, они в увольнительной зашли в кабак, напились, к 12 ночи вышли, тут идет какой-то чиновник военного инженерного ведомства, слово за слово, конфликт, началась драка, тот упал, побои продолжались, он умер. Вот обоих привлекли к ответственности. В суде выяснилось, что все-таки один из этих матросов невиновен, и он был оправдан, второму назначен срок. Был конфликт на почве каких-то этнических вот этих столкновений. Мы же должны понимать, что Приморье это был стык культур, этноса. Здесь были и русские, и казаки, китайцы, корейцы, японцы, у них были свои диаспоры, свои... Американцы. Да, свои какие-то места постоянного обитания, фанзы, бизнес был поделен, были регулярно стычки. И вот одно из таких дел закончилось с тем, что китайцы обратились у них, их ограбили. Привлечены к ответственности были трое русских. В суде они были оправданы, потому что, как выяснилось, грабежа, в общем-то, и не было. А китайцы были распространителями опиума, опытные наркозбытчики. Наши их встретили, отобрали опиум, сказали им выплатить штраф. Они, разумеется, желая опиум этот вернуть, синициировали процесс, что у них отобрали сапоги, паспорт. В конечном итоге задача была найти, где опиум, у кого, и его изъять. Но посредством, разумеется, вовлечения в этот процесс официальной государственной структуры правоохранительной. Но в конечном итоге китайцы остались, я так понял, сапоги, наверное, им вернули, но опиум точно им не вернули. То есть дел было очень много. Здесь жизнь кипела, бурлила. Город был, хоть и такая военная крепость, но он был транзитный, он был оживленный. И преступность была, и гражданские споры были. Этого было очень много, так же, как и на западе Российской империи. А до революции были известные адвокаты? У нас в Приморье, конечно, были. Безусловно, был такой адвокат Якулов, его знал Ленин. Это был один из адвокатов, которые работали по политическим делам. Он был отправлен по каким-то делам на запад, совершил кругосветное путешествие, оказался во Владивостоке, осел здесь длительное время, работал. Был такой адвокат Никтаполен Преображенский, присяжный поверенный, такой маститый. Но он еще прославился тем, что вошел в историю. Это был первый водитель, первый человек, который приобрел автомобиль, на нем ездил, и первый же участник ДТП в истории города Владивостока. События происходили таким образом. Была русско-японская война 1904-1905 годов. Здесь работал Международный Красный Крест. Им потребовалось для мобильного передвижения по прифронтовой территории автомашины. Вот был сделан заказ в Госдепу США. Те сюда отправили несколько машин. Долго они на судне сюда шли, уже война закончилась. Тут три машины выгружаются, подгоняют их. К Красному Кресту они были уже не нужны, их подгоняют к Генеральному консульству США. Консулу они тоже не нужны. Две забрал, одну выпустили в продажу. Ее приобрел адвокат Никтаполен Преображенский. Поехал, не знаю, сколько он там катался. В общем, выше железнодорожного вокзала на стыке Первой морской и Посиецкой он нагнал этот дилижанс генеральши Белой. Это жена генерала артиллерии, известного Порт-Артура. Въехал в этот дилижанс, лошади испугались. Понесли? Повозка перевернулась, госпожа Белая выпала. Из нее синяки, ссадины, испуг. Дело было очевидно, и вина адвоката пришлось выплатить внушительный штраф, принести публичные извинения этой женщине. Так что первый участник ДТП был адвокат. Дел было много, и адвокаты были тоже известны. Просто сейчас у нас недостаточно вот этой фактуры. Которую извлекаем, она уже интересна. Но это скудная информация. Каждый день, каждый день что-то было новое, интересное. Жизнь бурлила с участием адвокатов. А где вы добываете эту информацию? Это очень интересно. Я когда готовил диссертацию, обращался в архив. По государственным органам собирали. Написана книга «История адвокатуры Приморья» президентом адвокатской палаты Приморского края Минцевым Борисом Петровичем. Сюда частично вошли и... Выдержки из вашей диссертации? По этому книгу мне хорошо это знакомо. Это была судьба дореволюционная адвокатуры. Вот когда... В те времена, когда это были еще присяжные поверенные. Революция, репрессии как-то сказались на судьбе адвокатуры? Конечно. Конечно. После Октябрьского переворота большевистская власть со своими авантюрными экспериментами в вопросах государственного устройства, она затронула и адвокатуру. То есть адвокатура, вот эта присяжная, была упразднена за ненадобностью. Двери были открыты. Считалось, что зачем... По сути повторялась история Великой французской революции, когда также институт адвокатуры был ликвидирован, и все граждане могли выполнять функции защитников. Но в какой-то момент, через какое-то буквально короткое время стало понятно, что невозможно. Потому что общество было уже тогда наэлектризовано вот этой враждой, классовой ненавистью. И дела, которые, как зачастую мы сейчас уже видим, и фабриковались, шел такой поток их, что нужно было как-то создавать видимость и защиты, когда человек ничего не мог сказать своего оправдания, а документы были надуманы. Порой там состояло все дело из одного-двух листов. Поэтому нужно было вводить этот институт. Ну, начались эксперименты, продолжались. Создали там, так скажем, коллегию правозаступников. Но оно тоже оказалось не жизнеспособной, потому что туда привлекали в порядке трудовой повинности людей. Но мы должны понимать, ну как можно человека заставить выполнять функции адвоката. То есть для этого должно быть отчасти и призвание. До этого кто это были? Это были маститые адвокаты, знаете, как профессор Преображенский, да, в собачьем сердце. То есть бородачи, знающие дело. Сейчас они оказались не нужны, там, после революции. И кто приходил? Обычный человек, да, он добрый человек, может быть, с паралитарской косточкой. Но чтобы защитить, нужно знать процесс, знать, верить своему обвиняемому, противопоставлять смело себя, там, натиску обвинения. Этого не могло быть. И к тому же на таких защитников накладывались ограничения. Они не имели права, будучи там членами ВКПБ, ну, коммунистами, защищать контрреволюционные элементы, буржуазные элементы. То есть защитник приходит, вместо того, чтобы изучить дело, искать смягчающее, оправдывающее его подзащитного обстоятельства, он должен был искать в деле, там, справку, объективку. Так, а что это за классовые элементы? А может это белопогонник, офицерье, или поп, или дворянин, или помещик, или, 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 много или. И уже защита не должна была быть активной. Она вообще не должна была быть. То есть она должна быть номенклатурной. Она была даже номенклатурной. Она была номенклатурной, а многие из них, из простых людей, когда их заставляли быть защитниками, они просто органически не воспринимали, доверяя полностью обвинению, потому что это же было такое классовое, вот это стадное единство, да, вот эта ненависть, а ты получается себя как защитник, так же, как и сейчас, ты противопоставляешь себя государству, там, политике, там, партии. И многие органически не понимали, не заранее презирали, ненавидели, там, своих подзащитных. Они не понимали, зачем их защищать, если нужно их расстрелять. Это же действительно контрреволюционные элементы. Это понятно, спустя годы уже понимаем, что это не так. Это вот этот дурман, это революционный, вот эта пелена, которая породила жестокость, она, конечно, влияла тлетворно и повлияла на всю историю страны. К 25-му году в Приморской области уже работала, практиковала около 50, около 100 защитников, из них 68 работала во Владивостоке. Ну и к 39-му году, когда Приморская область была преобразована в Приморский край, соответственно, была создана Приморская краевая коллегия адвокатов. Были интересные дела, также в советский период довоенный. Многие из них были с политическим акцентом. Вот, в частности, здесь в книге нашло свое отражение дело Парамонова некоего. Его суд приговорил к расстрелу, потому что подняли какие-то архивы и установили, что он до войны, до революции работал секретным осведомителем в охранке, в жандармерии. Суд посчитал, что враждебный элемент должен быть расстрелян. Адвокат во второй инстанции, написав жалобу апелляционную, доказал о том, что тогда он был молодым юношей, попал под влияние искусственного жандарма, который убедил, что в интересах государства каких-то политических целей нужно быть осведомителем, нужно сообщать информацию, но не более того. То есть данных о том, что он конкретно сообщал, какие последствия это вызвало, как пострадали люди, не было. Но в то дикое, вот это революционное, вот это кровавое время было достаточно, чтобы его в ряду и других людей, причастных к политике дореволюционной государства, посчитали виновным до такой степени социально-классовым врагом, что требовали расстрел. Ну, в апелляции все-таки изменили ему меру наказания и ограничивались 10 годами лишения свободы с поражением в правах. Во времена репрессий, как пережила Приморская краевая коллегия адвокатов, времена репрессий, тоже тяжелые времена для нашей страны и для Приморья в частности? Ну, данных у нас просто нет о том, сколько адвокатов подверглось репрессиям в Приморье. Ну, я думаю, с учетом того, что говорят данные, которые предоставляют официальные другие регионы, где эти дела найдены, а сотни адвокатов репрессированы, то есть расстреляны, дисквалификация на профессиональную деятельность, лишение свободы, ссылки, высылки. Наверное, здесь тоже были репрессированные адвокаты, но это дела же были закрытые. То есть они, статистику такая, коллегия адвокатов, статистику репрессированных не вели, а сейчас мы и хотим вернуться, изучить, чтобы, ну, просто данных нет. В любом случае, гонения на адвокатов были, потому что, вы поймите, тогда арестовывали, вы же сами знаете, арестовывали и лишали свободы, лишали жизни людей, которые... Более или менее хорошо жили. ...которые жили спокойно, трудились, но интригами их вплетали, вот, какому-то ореолам делали из них, врагов ореолам врага народа, их, как бы, наделяли, украсили. А что говорить об адвокате, который невольно себя противопоставляет профессии, когда... вот, особенно по контрреволь, по врагам народа, из двух-трех листов, и основных, даже свидетелей не было, потому что это был конверт запечатанный, и там агентурные данные. Или даже агентурные данные не давали, то есть оперативный какие-то... Повод являлся основанием для вынесения приговора. То есть документы... И, конечно, невольно адвокат вставал и говорил, подождите, он невиновен, этот человек, надо разобраться. То есть, были и конфликтные ситуации, они, кстати, одна из них нашла свое отражение вот в книге. Предположим, это случайный документ. Он был найден, он даже не имел цены. Это просто докладная записка обвинителя на адвоката. То есть, рассматривали дело по врагу народа, я так понял. Обвинитель, это сегодня прокурор? Здесь написано обвинитель, я не могу сказать. Прокурор, это общественный обвинитель. Ну, я предполагаю, что да. И он возмущенно пишет так докладную записку, по инстанциям на адвоката, что в суде адвокат, помимо речи, как бы вскрикнул и сказал, что граждане, не надо крови. То есть, до такой степени уже нужно было устать вот от этого постоянно вот с выпученными глазами сторона обвинения расстрелять враги народа, империалистические там гидры. Адвокат сказал, да достаточно уже этого. Ну, возможно, там подоказать, доказательств не было никаких. И вот адвокат такое сказал. Тут же доклад. Не лень же было писать вот эту вот... По сути, это разновидность доноса на адвоката. И вот, что там написано в этой бумаге, в этом документе. То есть, критика работы адвоката. Метод защиты, который применила товарищ, фамилия адвоката, для того, чтобы вызвать слезу у обвинителя, является методом отжившим, методом капиталистического строя, где защитник, взывая милосердие, просит суд пожалеть жену, детей, не проливать христианской крови. Я считаю, что роль советской адвокатуры и дальше вот этот знаток, какой должна быть адвокатура советская, он описывает, с чего должна там состоять речь адвоката, на что адвокат должен обращать внимание. Вдумайтесь, сторона обвинения указывает защитнику, как он должен выступать. Так это документ, который вот случайно сохранился. Он исторической ценности не имел. Он сейчас ее имеет спустя 70 лет, 80 лет, когда ты понимаешь, это как общество было наэлектризовано, что требовали, как зажимали адвокатов. То есть требовали не иметь чувства жалости, чувства сострадания. Так эти понятия, как милосердие, любовь, они же были введены только в Великую Отечественную войну. До Великой Отечественной войны они были запрещены. Это считались религиозные, церковные, какие-то декадентские вырожденческие выражения. То есть коммунистический, диалектический материализм. Никаких слов, как любовь, милосердие, они, конечно же, не использовались. О гонениях на адвокатов можно судить и по вот этим стенограммам, протоколам, которые есть в этой книге. В частности, инициировано было, так скажем, заседание коллектива защитников в 30-е годы, где в конечном итоге исключили из рядов адвокатов, но я так понял, по давлению партийных, советских органов, адвокатесу за то, что она имела связь с врагом народа. И вот по вот этому протоколу вопросам, какие ставились, какие выводы делались, смотришь ту атмосферу, вот эту больную, истеричную, в котором находилось общество и, разумеется, адвокаты в том числе. адвокату ставилась вину о том, что она имела связь с врагом народа, там, неким фирсовым. Параллельно до этого она, я так полагаю, жила с мужчиной, который уехал за границу, и вот он заболел, перед смертью отправил письмо, что нужно подробные какие-то персональные данные сына для того, чтобы наследство оформить. Это тоже ей вину тут ставилось по протоколу о том, что она получается недовольна советским бытом и жаждет, проявляет инициативу для того, чтобы получить еще где-то за бугром буржуазное какое-то наследство. Ну и по поводу связи с врагом народа ей, разумеется, ставилась вину, что почему она не информировала заранее правоохранительные органы, не могло у нее не возникнуть сомнения в том, что с ней рядом враг, и вот один из человек тут, это все один из людей как раз участвующий на этом собрании обращает внимание это запротоколировано о том, что не может любой из нас оторваться от политической обстановки сегодняшнего дня и мы должны учитывать то огромное зло, которое нам готовила гнусная банда врагов разоблаченных и по требованию народа расстрелянных. Это нас обязывает к исключительной бдительности, ну а соответственно это адвокат эту бдительность не проявил. В конечном итоге адвокат была исключена за связь за границей, за то, что оказалось как бы связано с этим врагом народа. Ну кто он, этот враг народа, тоже информации нет. Ну исключена не расстреляна, тут тоже может быть свое положительное. Да, безусловно, было и другое дело по другой адвокатесе, которой ставилось вину, что она тоже длительное время проживала там с врагом народа и соответственно он ее по всей видимости воспитал уже как врага народа в рядах советской адвокатуры и вот за связь с врагом народа, за полное отсутствие польшевистской бдительности она была исключена из коллектива защитников разумеется и ставили в упрек почему вы не информировали о том, что рядом находится вот такой гнусный классовый враг. Ну тут я так полагаю женщина просто вспылила и это нашло вот это вот раздражение отражение в этом протоколе с этой стенограмме и задали вопрос почему вы не проявили большевистскую бдительность и она ответила что я в таких вопросах некомпетентна то есть она дала понять что она не хочет и не собиралась писать какой-то донос на близкого человека но в Владивостоке где каждый второй в то время был уностранец видимо каждый второй был врагом народа ну наверное наверное вот поэтому и адвокаты тоже подвергались гонениям они были как мишень для и прокурора и судьи особенно за свою активность политическую какие-то бытовые вопросы тоже являлись основанием для того чтобы адвоката можно было лишить статуса и подвергнуть в конечном итоге как мы знаем не просто наказание но и репрессии Игорь Михайлович очень интересная у нас с вами получается беседа в истории адвокатуры в Приморье но время наше ограничено поэтому я предлагаю о расцвете приморской адвокатуры в советское время мы поговорим с вами в следующей передаче пока мы с вами прощаемся спасибо большое за интересный разговор до свидания до свидания до свидания